На парадном совещании под председательством Акима Гордерки Булана Баяхметова были рассмотрены изменения в Кодексе Республики Казахстан об административных правонарушениях. О данных изменениях и дополнениях сообщил начальник местной полицейской службы управления полицией города Омарбек Карибжанов. В своём выступлении он отметил поправки в законодательстве в части по управлению транспортным средством, подчеркнув, что данные нововведения направлены на усиление ответственности за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. До 7 лет у нас лишают прав управления и также ещё дополнительно введён административный арест на срок до 15 суток. Это 6.8.1. За совершение ДТП в состоянии опьянения с причинением вреда здоровью, не имеющих признаков уголовно-оказуемой деяния, также увеличен срок лишения прав с 5 до 7 лет и введён административный арест на срок до 20 суток. Кроме этого, Омарбек Карибжанов отметил изменения в законодательствах миграции и природы охраны, а также проинформировал о поправках в категории тяжких преступлений. Так, с текущего года скотократство и кражи с проникновением в помещение относятся к тяжкой категории преступлений. Изменения также коснулись и правил наложения административного наказания за мелкое хулиганство. В прошедшем 2019 году выявлено 9.341 материалов и вынесено постановление на наложение штрафов по 5.608 материалов на сумму 61.68.484 тенге. Взыскано по 3.573 материалов на сумму 51.218.561 тенге. Получается, остаток остается по 2.035 материалов на сумму 32.413.317 тенге. В свою очередь Аким города отметил, что с внесением нововведений в Кодексе административных правонарушений увеличилась нагрузка и ответственность на сотрудников полиции. В связи с этим глава города отдавляет поручение и рекомендации ответственному лицу. В частности, предоставлять населению четкую и доступную информацию о данных изменениях. Ответственность увеличивается, потому что применение этих статей, этих норм, задержания за эти нормы, должно соответствовать тем фактам, которые есть, чтобы не получилось, чтобы граждане не страдали от этого. В завершении начальник местной полицейской службы представил участникам отчет о проделанной работе управления полицией города за 2019 и текущий период 2020 годов.